К нашему эфиру присоединяется начальник пресс-службы восточной группировки войска Илья Евлаш. Илья, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, студия «Слава Украине». Героям слава. Илья, поступает множество информации относительно происходящего сейчас, непосредственно в зоне столкновения. Есть данные из Института изучения войны, которые говорят о том, что на некоторых направлениях оккупанты ослабили свой наступательный потенциал. С другой стороны, есть сообщения о том, что, например, на Бахмутском направлении они как раз наоборот усиливают давление на наших защитников. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как обстоят дела непосредственно на поле боя. Вы знаете, в чем в чем, но в артиллерии противник не перестает наносить очень интенсивных огневых ударов по нашим позициям. Например, вчера противник более 1100 раз обстрелял позиции вооруженных сил Украины по всей линии столкновения. Если сегментировать это, то на Бахмутском почти 600. Он открывал огонь с артиллерией, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, СПГ, АГСов, обычного стрелкового оружия и другого. То есть активно очень идут боевые действия. 16 боевых столкновений произошло на Бахмутском направлении. Противник интенсивно пытается отбить утраченные позиции свои ранее. Клещевки, Андреевки, вот уже который день он безуспешно пытается штурмовать. Но наши защитники умело отбивают эти все атаки. И для противника противник несет только потери. Нам удалось ликвидировать почти две сотни оккупантов на этом направлении. Один танк, также одну МТЛБ, одна МСТАБ была уничтожена. Но самое интересное, что нам удалось уничтожить еще 10 гаубиц Д-20. Это 152-мм установки, очень крупнокалиберные. Также две Д-30. Семь авто нам удалось уничтожить благодаря нашим АФПВ-дронам и также артиллерии, авиации. И три склада с БК, они взлетели в воздух на Бахмутском направлении. Работают наши подразделения РЭП, работают наши ПЗРК, уничтожают систематические дроны. Три РПВ-дрона нам удалось ликвидировать вблизи Бахмута. Илья, есть информация о том, что Россия бросила на фронт новые резервы. То есть, уже говорится не о тактических резервах, а о стратегических. Расскажите, пожалуйста, что это за резервы, кто эти люди, какая подготовка у них уже есть, и как мы можем охарактеризовать их на сегодня? Да, это так уже известная широко 25-я армия, которая используется. Сейчас уже она приступила к исполнению боевых задач на Лиманокупинском направлении. Их численность приблизительно составляет около 12 тысяч человек. Все они с Центрального военного округа. Это Поволжье, Сибирь, Урал. Вот эти вот территории. Они собирали их там на протяжении где-то года. Они собраны с того, я его слепила из того, что было, как говорится. То есть, они собирали их с мобилизированных, с подразделений, которые ранее заключали контракты. То есть, там разбитые разные подразделения сил, которые были на Лиманокупинском направлении. И скомплектированность техники той, которая была на складах, расконсервированная, кое-как была приведена в боевую готовность. Ну, нельзя сказать, что они полностью там ничего не имеют. Нет, это, конечно, было бы неправильно. Но имеются проблемы. В том числе, техника устаревшая, плохо обслужена. Также люди, подготовка их, она остается на относительно невысоком уровне. Поскольку те оккупанты, которые уже давно здесь, они сравнивают их с такими необстрелянными еще зелеными птенчиками, которые еще не ознакомились с мощью работы наших Хаймарсов, наших установок М777, КРАБ, Панзергаубиц и других. На Лиманокупинском направлении также противник интенсивно продолжает использовать авиацию. Как раз в интересах этой бригады он, возможно, пытается компенсировать. Вот как раз этот факт слабой тренированности пытается за счет авиации. 16 раз он наносил удары по позициям Вооруженных сил Украины. Также активно использует FPV и дроны. Три таких удара было нанесено по нашим позициям вблизи Лиманокупинского направления. Что можете сказать в целом о том, какой наступательный потенциал у оккупантов сохраняется на данный момент? Ну, вы знаете, самую такую пока что интенсивную операцию они ведут на северном фланге вблизи Бахмута. Там они пытаются контратаковать, дабы не дать развить нам наше наступление. Это, я могу сказать, сейчас одно из самых таких динамичных, очень ожесточенных направлений, где идут очень интенсивные бои. Ну, например, на Лиманокупинском направлении мы пока отмечаем затишье. Иногда они переходят в атаки, но это не столько атак, как, например, на Бахмутском направлении. То есть мы тут можем говорить об одной-двух атаках, например, если же на Бахмутском направлении полтора десятка атак. Ну, то есть мы можем сами сравнить. Ну, и, соответственно, интенсивность использования авиации она отличается. Если на Бахмутском направлении только один раз они использовали авиацию, то на Лиманокупинском 16 раз. То есть динамика сохраняется за счет также и артиллерийских обстрелов, поскольку у них все еще остается много техники, и мы стремимся к паритету. Вот практически каждый день в основном на Бахмутском направлении мы выбиваем до дивизиона их подразделений суммарно. Ну, вот, например, 10 установок Д-20. Это очень ощутимо, например, на этом направлении. Дивизион это приблизительно, для тех, кто не знает, от 12 до 16 артиллерийских орудий. Включительно мы уничтожаем перманентно их и тяжелое вооружение. Это и тюльпаны 240-мм, и бионы 203-мм. Ну, и также, естественно, и минометы. Это тоже они очень досаждают. То есть не надо недооценивать, если там уничтожен 82-мм миномет. Это тоже очень неудобное оружие. И, естественно, ликвидировать его не так-то просто. Поэтому каждый ствол на счету, и мы делаем все, чтобы уничтожить как можно больше таких установок. За это огромная благодарность нашим защитникам. Илья, спасибо большое. Спасибо за предоставленную информацию. Илья Явлаж, начальник пресс-службы Восточной группировки войск, был с нами на прямой связи. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.